И в начале Хабаровск там набирает обороты дело двух юных живодерок, которые почти полгода мучили и убивали животных. В основном кошек и собак, а фото выкладывали в социальные сети. Так вот, возмущенные горожане теперь требуют справедливого наказания для девушек. Накануне они даже записали видеообращение к президенту с просьбой ужесточить уголовную статью за жестокое обращение с животными. Сегодня многие вышли на одиночные пикеты. Поддерживают хабаровчан и жители других регионов. Я напомню, две девушки с 16 и 17 лет стали фигурантками дела об убийстве животных. В отношении обеих назначены комплексные психиатрические экспертизы. Сейчас на прямой связи мой коллега Иван Комсомон. Иван, здравствуйте. Судя по реакции общества, история эта возмутила многих. Что сейчас по закону грозит за такое живодерство, учитывая, что убийцам животных не исполнилось 18 лет? И что за настроения царят в городе? Здравствуйте, Мария. Ну да, акции, как вы сказали, акции начались еще вчера около спортивного комплекса арены Ерофей. Там хабаровчане сделали видеообращение к президенту России. Но главное требование это ужесточить наказание. Потому что сейчас живодерам грозит максимум до двух лет лишения свободы. Хабаровчане считают, что этого очень мало. И сегодня одиночные пикеты были и около Краевой думы, и около штаба Восточного военного округа, и около полиции. Требования одни и те же. Ужесточить хабаровчане считают, что этого два года, этого очень мало. И по предварительным данным, еще в Хабаровске планируется провести митинг с таким же требованием. Ужесточить наказание. Но я напомню, что две студентки из Хабаровска по объявлениям собирали кошек, собак. Они издевались над ними, фотографировали, снимали на видео, выкладывали в социальные сети. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение над животными». Одной из девушек 16 лет, второй 17 лет. Самая младшая пыталась сбежать в Санкт-Петербург, но в Новосибирске ее задержали во время пересадки и вернули обратно в Хабаровск. Но сегодня стало известно, что зоозащитники утверждают, что в этой банде живодеров было минимум трое. И третья это подруга этих двух девушек. И есть уже свидетель, он написал, дал показания. Сейчас полиция ее ищет. Мария. Да, Иван, спасибо. О деле Хабаровских и живодерок рассказал мой коллега Иван Капсамон.